всем привет дорогие друзья вы на канале металлик дэнни и сегодня с вами посмотрим на мой совет баланса патча уже не помню какого на май 2024 года заранее скажу что совет баланса подбирался основываясь на нескольких опросах были проведены первичные опросы вторичные опросы потом был большой опрос google google опрос и благодаря этому всему были отобраны специальные карты которые будем рассматривать сами все эти балансы которые я включил свет баланса также я опирался на людей которые бафали других комьюнити других стран и какие-то карты я либо исключил либо добавил в доп слоты чтобы голоса не улетали напрасно поэтому если вы участвовали в совете баланса участвовали в голосовании google опросах и какую-то карты здесь нет потому что был еще открыто был открыт доступ можно посмотреть какие карты набрать сколько голосов и например вот димон контрабандист его нет нашем совете баланса потому что за него будет очень много кто голосовать я точно знаю чтобы гласовать китай у него она то ли на 3 звездах или на двух звездах вот китай сейчас очень большая такая база игроков который голосует поэтому эта карта 100 процентов пройдет таких карт также много я не буду говорить каждую карту конца которую которую не включил свет баланса и которые пройдут чтобы голоса не разлетались куда попала, вот, но, опять же, я все это учел, все это подсчитал, и карты, которые у нас собрали много голосов, они пройдут без нашей поддержки, я в этом уверен, да, еще скажу, наверное, вы уже заметили, у меня с голосом беда, я очень сейчас сильно болею, если я вам скажу, какая у меня температура, то меня запишут в экстре экспериментаторов, вот, потому что с такой температурой не то, чтобы нельзя записывать и разговаривать, за компьютером вообще сидеть нельзя, но ради света баланса я все-таки взял волю в кулак, сейчас очень грамотно, очень четко сильно лечусь, поэтому вот болею, простуда, очень такая тяжелая простуда, буду говорить относительно медленно, я думаю, многие от этого будут только в радости, вот, немножко болит голова, в общем, все-все это как бы сказывается, и, возможно, в каких-то моментах я буду заговариваться, говорить какую-то дичь, извиняюсь заранее, потому что ну, болею. Ну что ж, переходим к совету баланса, бац, вот такой вот у нас получился совет баланса, в этом совете баланса у нас будет по 3 слота на каждую категорию, плюс 1 доп-слот, за который вы также можете проголосовать, о каждой карте я подробно расскажу, что и как, что и почему, и если вы не посмотрели вступительную часть, то еще раз посмотрите ее, почему определенных карт нет, почему определенные карты есть, я это пояснил во вступительной части, сейчас буду больше, еще больше пояснять уже в, разбирая каждую карту по отдельности. Ну что ж, первая карта это Саске, карта, которая у нас не была в вопросе, вот так вот, а с козырей начинаю, мы очень, мы, я и мою комьюнити очень сильно хотели прокачать гармонию, гармония набирала очень много голосов, а Саске в этом списке не было, но я увидел, что и Китай хочет немножко подбафать гармонию, и в принципе настроение такое, что гармонию хочется видеть, хочется ее подбафать, и для этого очень много различных кандидатов есть. Саске, неплохой кандидат для этого самого бафа, плюс это не только баф гармонии, но еще и каких-нибудь метренджовых, может быть, колод на перемещении, без накера, что тоже неплохо. Саске за 5 силы будет тяжелее убить, а то она часто умирала от всяких там туманов, сейчас очень много колод играет с вот этим штормом, туманом, это метренджовые колоды с Келлиги, это листик, наверное все, кстати, только наверно эти колоды, но они точно популярны, поэтому много проблем было у Саске в свое время, дать ей 5 силы вполне себе неплохо. Я бы не хотел бафать гармонию вот именно вот эти две карты по провизии, потому что если бафать одну из этих карт по провизии, то и Руквакс будет 100% выкручивать определенную нужную для вас карту, а что вы хотите выкрутить именно Дану, поэтому бафать карту по провизии особо не хочется, а вот накинуть ей силы, чтобы она дольше жила, было бы неплохо. Следующая карта это молодая Адриада, баф очень жесткий, наверное самый такой паверкрипный баф, если так можно называть, карта будет иметь 6 силы и являясь движком при этом. То есть вы поставили эту карту, она будет 6, плюс вы там бафнули сову в руке, какие-то определенные карты, которые лежат у вас уже на столе, а после этого вы поставили еще одну карту, она уже стала семеркой, еще одну карту она стала восьмеркой, то есть довольно-таки легко ее можно будет быстро разгонять. Гармония сейчас встречает себя очень плохо, гармония, наверное, один из слабейших архетипов, в которой сейчас есть узкая Тейли, слабее, наверное, только хендбаф, поэтому гармошку бы хотелось подбафать, тем более такую классическую версию. Плюс молодая Дриада бафает такую карту, которая называется Вода Бракелона. Эту карту мы бафали пару сезонов назад, она была раньше один с провизией, мы ее сделали здесь в провизии, но карта особо не заиграла, потому что не вмещалась в колоды гармонии. Можно заметить, что у нас тут также есть Вода Бракелона, и к ней мы еще перейдем, то есть она получит еще один баф. Вот и молодая Дриада за счету брали только одну версию этой карты под Саски, чтобы Саски выкручивала карту гармошки, поэтому по сути вы бафаете колоду всего лишь на одну силу, но если вы будете играть с Водой Бракелона, то когда вы сыграете эту карту, вы уже сразу дадите два движка, которые будут иметь по 6 силы, то есть это будет ход на 12. Ход на 12 движки, поставили там карту, уже будет ход на 14, поставили там хамелеона, потом после этого еще одну карту, уже там на 16, на 18, на 20, то есть разогнать эту карту будет очень неплохо. Это такой альтернативный сценарий, то есть раньше у гармонии по сути было таких, один сценарий это ну сценарий гармонии, Саски это был альтернативный сценарий, микросценарий, и сейчас Водой Бракелона тоже такой микросценарий, который позволяет вам забрать раунд. У гармошки часто была проблема с нахождением карт, я думаю Водой Бракелона позволит хоть что-то предпринять в определенных раундах, чтобы можно было этой картой отпушиться и разогнать свою колоду до хороших поинтов. Далее у нас хирки, баф классических воинов, то есть есть у нас набеги, есть воины, это именно воины, это не набеги. Здесь набегов может штуки только 3, и то это какие-нибудь карты, которые создают воинов, допустим хищная связь, и допустим прокрутка Орел Кровавый. В прошлом седоне мы бафнули с вами Улулу, многие, ну не многие, а часть людей была недовольна бафом Улулу, потому что это тоже был паверкрип, потому что Улулу как будто бы надо было по провизии бафать, но в итоге восприняли по итогу баф хорошо, уже с прошедшим временем, потому что ей важна выживаемость, то же самое с хирки. Хирки также важна выживаемость, и карта будет иметь 5 силы, одну броню, то есть это 6, то есть чтобы ее убить надо потратить карту на 6 дэмэджа, она подставляется уже под другие пул, под пул контроля против паразита, намордника, там пропощение захвата, то есть там копье, то есть намного сложнее теперь будет убить. Ей очень важна выживаемость, намного важнее, чем другим картам. Вы сейчас можете сказать, что у нас есть различные карты, которые стоят такое же число, но которые также надо бафать, типа нафига бафать хирки, если у нас вот все карты, они вот одинаковые, да, в такой же категории, но у нас есть пример, Родрика, карта, которая также работает как вот эти вот карты, похожие, но стоит на провизию дешевле, это сделали еще проекты, поэтому я не вижу ничего такого, чтобы хирки накинуть одну лишнюю силу, тем более архетип у нее нарисовывается, и этот баф ей очень нужен. Например, вот Медодосный Призрак, от него отказались не потому, что он слабый, а потому что хочется положить там, не знаю, больше туманников, больше там, Морвуда запихать в колоду, Медодосный Призрак, многие от него отказываются. Эгмунд, ну, типа, это просто прокачанная версия Тимирского Барабанщика, нафига его бафать, у многих такая логика. Типа проще Тимирского Барабанщика апнуть, чем Эгмунда. Эта карта для многих вообще не нужна в Детях Огня, поэтому тоже спорно, хотя она является самой дешевой среди этих всех карт. Эта карта вообще непонятно куда, то ли в шпионов, то ли в аристократов, то ли в рыцарь Тусент, что ли, то есть непонятно. Вот Дунку в теории можно бафнуть, но Дунке, ну, хендбафу это не поможет, хендбафу надо бафать намного четче, поэтому Хирке в этом плане намного лучше, и выживаемость ей важна, отличие от той же Дунки. Дунку хотя бы можно подсейвить лидеркой, а Хиркею ты никак не подсейвишь. И выживаемость, повторюсь, важна. Это баф под Воинов с Улулой. Архетип уже нарисовывается, я этому очень рад, ну и Хиркея посмотрим, насколько сильно повлияет на это все. Карта из доп. списка у нас это Имперский флот. Вот, Имперский флот, вот такой вот флот. Давай даже, наверное, вот так сделаю. Блин. Эту карту уже хотели бафнуть очень-очень давно. Ее, очевидно, не будет брать в чистом виде, в колоду, но Бакалу эта карта бафает. Тем более у нас есть уже информация, что авторитеты бафают Бакалу, Бакалу будет иметь 12 провизии, ну а вместе с этим будет бафнут Имперский флот. Ну, карта за свою провизию ходит на очень мало, вряд ли, повторюсь, ее будет играть в колоде. Может быть, в одном экземпляре кто-то положит, но очень сомневаюсь. Это бафы именно Бакалы. Очень такой, как бы я сказать, такой монотонный, хреновый, даже не знаю, как слово подобрать, такой вот простенький, такой вот легенький баф, как раз таки солдат, без Ренфри, без Накера, без этого вот всего. Поэтому, на мой взгляд, баф неплохой, минорный вот хотел слово подобрать, такой простенький, и сразу вот эта карта будет ходить уже на 3 плюс 5. Ну, опять же, Морпех может какую-то карту лучше подобрать, и карта может ходить очков на 10. Плюс у нее будет приказ, который усиливает на 4. То есть карта уже будет ходить на 14, что довольно-таки неплохо. Ну, опять же, не совсем 14, потому что Морпеху надо найти карту, он не считал будет находить карту. Этот баф я видел разве что на Реддите, поэтому какие-то маленькие голоса он наберет, но если вам нравится этот баф, то поставьте его желательно повыше, чтобы имперский флот точно прошел. Не на топ-звезду, а хотя бы на 2 звездочки, чтобы баф также прошел. Я не буду слишком, я не буду недоволен тем, что эта карта не пройдет, но очень бы хотелось, чтобы она также прошла. Переходим к минус-силе, и в минус-силе у нас служанка Ван Мурлигемов. Давайте сразу я акцентирую на это внимание. Подбирать карты на минус-силу, это самое неблагородное, самое неблагодарное дело, которое только может быть. Столько можно хейта словить из-за вот этих самых минус-силы. Давайте, ребят, так. Минус-сила это самая непопулярная категория, и нам надо хотя бы что-то найти, что более-менее подходит под понятие нерфа. Потому что в минус-силе у нас только отряды. Отрядов у нас, наверное, тысяча карт. Тысяча карт отрядов, когда у нас 1600, по-моему, это всего карт. 1600 карт в игре, я уже честно не помню, я болею, мне можно. И подобрать карту, которая требуется под нерф, что самое главное, под нерф именно силы, а не провизии, очень тяжело. И по сути здесь такие минорные бафы, минорные нерфы, карт, которые просто ходят на огромные поинты, с которыми была согласна моя аудитория. Еще раз повторюсь, что это очень неблагодарное дело искать такие карты, и в любом случае хейт можно словить, но, повторюсь, лучше вариантов и не было. Сурганка ван Мурельгемов. Карта, которая по размещению переносит статусы с одной карты на другую карту, и усиливая себя настолько единственное, сколько статусов было скопировано. Карта, которая в теории ходит на 2-4, то есть она может перенести от 2-4 статусов. Ну, какие статусы самые популярные? Это яд, это блок, это статус шпиона, и, возможно, кровоток с артфиайна. Ну, еще можно там, не знаю, что еще можно придумать. Обреченность, например, может быть, у карты, или выносливаясь, например, враг может добавить себе. То есть статусов в игре очень много, кроме настоев, и она эти статусы переносит. Карта сам по себе может сходить на поинтов 7-8, бафнуть в себя, но еще она бафает одновременно томимых, бафает одновременно других аристократов, мятежных аристократов. Все эти карты получают за бафы, благодаря этой карте. Соответственно, карта ходит не просто на 7-8 статов, а намного больше. Она томимую прокачает, если она перенесет 3 статуса, то томимая прокачается на 3. Томимая у вас как раз таки 3, то есть 2 от руки и 1 со сценария. И каждая томимая прокачается на 2-3-4. То есть карта в теории под этим сетапом может сходить на очков 20. И ладно бы она ходила на 20, типа как молодая отряда, но она же переносит не только просто статусы, а может она перенести яд, может перенести блокировку. Блокировка, ну, ограничивает карту, она больше не может работать. А яд убивает карту. То есть эта карта в теории может не только перенести статусы, но еще и убить карту. То есть много что эта карта делает и подрезать ее на одну силу. Это самая метовая колода сейчас у Нильфгарда. Почему бы и нет? Потому что повторюсь, карта невероятно сильная и импакт ее очень высок. Далее у нас Ренфри. Та же самая тема. Ренфри была понерфлена у нас на провизию, на 15 провизии. Потом ее откатили. Я против этого отката. Понерфить ее по силе. Это, опять же, не будет перетягивания каната. Это будет просто небольшая коррекция карты. Ренфри ходит на гигантские поинты. Ее активки и пассивки могут сходить одновременно на очко в 20+. Ну и сама карта имеет 5 силы. За 14 провизии карта, которая является керри-овером. Вы обилку лидера можете сыграть в коротком третьем раунде. Завершая раунд, бафнуто в Морвуда, Региса. Там сыграть на гигантские поинты. Там пассивкой прокачать единичку на 10 очков. Ну и так далее. То есть, она очень много у меня разных кари-овер-фишечек. И нерфануть ее, резануть ее на одну силу можно. Я считаю, что можно. Ну, далее у нас трагерн карты, которая не была в нашем совете баланса. Просто лучшую карту я не подобрал. Много набирал у нас Краханкрайт, но я все-таки решил, что лучше не стоит Краханкрайта нерфить по силе, потому что ну и так очень много будет нерфов у пиратов. А резать их по силе вообще не хочется. Просто, ну и опять же, Крах это классические пираты. То есть, мы сейчас перейдем к нерфам. Там будет понятно, о чем я говорю. Все-таки хочется нерфить амидренж пиратов, которые сейчас играются в ладере, а не классику. Потому что классика это относительно добрый архетип. Поэтому трагерн это просто токсичная карта с невероятно ужасным геймдизайном. То есть, ну, карту, ты ставишь эту карту, смотришь три карты, нашел там Эрланда, нашел там Симласа, нашел там, не знаю, что еще можно найти. Лавка, нашел там патчу Фламиннику, все, просто, ну, Винкон. Просто Винкон. Да, карта может стрельнуть раз там в пять игр, раз там в десять игр. Но вот у меня, постоянно, когда я вижу против себя трагерна, он всегда что-нибудь хорошее даст, смилит. Всегда. Поэтому, просто ужасный дизайн. И опять же, подобрать карты под минус силу очень тяжело. Эта карта просто является одной из самых токсичных карт в гвинте, которую можно понерфить не по провизии, а по силе. Поэтому, все как бы очень даже просто. И, таким образом, мы нерфим эту карту на одну силу. Она будет иметь две силы за восемь. И вы тысячу раз, вы, ваш оппонент, тысячу раз подумает, брать ли эту карту в свою колоду ради какого-то хайлайта, супер мува, шанс там найти хорошую карту, там, равен процентов двадцать. Есть ли смысл брать эту карту за такую дорогую стоимость найма и такую маленькую силу? Тысячу раз подумают. Поэтому, наша задача сделать так, чтобы просто этого было меньше. Потому что дизайн многих разочаровывает. Ну и последняя карта под минус силу это лети 7. Ну, как я неправильно писал? Лети... 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 Лети 1. Окей. Минус сила особо ничего не даст этой карте. Опять же, такой минорный нерв. Я это видел у авторитетов. Сам бы я нерфил ее по провизии. Но раз они положили ее на одну звездочку, то можно также положить ее на одну, на слэш две звездочки, точно не на три. Для многих терпилы являются одной из сильнейших колод у севера. Одной из токсичных колод, к удивлению. Колода, которую, если не иметь должного контроля, вы проигрываете. Я не знаю, я так особо не считаю. Потому что колоду можно спокойно обогнать по бафам. Спокойно переконтрить, если у вас есть должный контроль. Поэтому для меня особо проблем не возникает против терпил. Но комьюнити особо не довольна. Поэтому как бы этот нерф часто появляется где-то. Самое забавное, кстати, что я помню, мы хотели тищью бафать по силе в первом или во втором совете баланса. Я помню, она у меня была в доп-списках по бафу силы. Сейчас она находится в доп-списке по нерфу силы. Прикиньте, насколько уже меняется игра, насколько меняется баланс. И те карты, которые мы с вами бафали, мы уже начинаем нерфить. Прошло полгода, и вот до чего мы доходим. Ну, так оно и должно быть на самом деле. Это все-таки мета. Переходим к плюс провизии. И первая карта у нас компас. Я очень удивлен. Ну, сейчас, я думаю, какие-то хейтеры проснутся, будут критиковать этот нерф. Я очень удивлен, что и Reddit, и зарубежная аудитория, в принципе, начинает понимать, что компас надо было нерфить тогда, и надо нерфить сейчас. То, что в теории, на перспективу, эта карта реально оказалась самой, ну, сильной. То есть, прикиньте, вот эта карта сейчас могла быть 9 провизий. Или 10 провизий. Мы с вами ее сделали 11 провизий. Учитывая тот факт, что она играется в накер. Пиратах. Не видя раньше колоде. Мы сейчас можем опять долго вспомнить. Я могу опять привести примеры, как Труски играл на накер-компасе. Пиратская вот эта версия сборки, там, Apple 2700. У него там было лишних 20 провизий. Я могу это бесконечно опять же говорить. Компас, это невероятно мощная карта. Это одна из сильнейших карт в игре. За свою провизию, это одна из сильнейших карт в игре по импакту. Ну, то есть, сильнее этой карты есть, ну, парочку карт. Это храм Милителя и Ренфри. Это, наверное, карты сильнее. Компас занимает, наверное, третье место. Ну, как бы эти карты стоят, как бы, 15 и 14 провизий. Эта карта стоит 11 провизий. Она эпическая. Это реально одна из сильнейших карт, которая есть в игре. Я считаю, что эта карта сильнее лавка. Я считаю, что эта карта сильнее Мурфода. Ну, Мурфод немножко другой, да? Она дает тебе очень много вариативности. Она либо, там, прокручивает тебя, играя определенную карту, возвращаясь к тебе в колоду, либо берет любую карту. То есть, это одна из сильнейших карт в игре, объективно. Объективно. То есть, какие карты могут быть сильнее? Каратская жара, но она дешевле. Она действует. Там, не знаю, банк. Ну, банк это прокрутка. То есть, мы немножко про другие категории сейчас можем говорить. Накер, допустим. Накер тоже действует. А эту, пора бы уже давно делать, 12. И нерв вот этого компаса, это нерв, конечно же, в первую очередь, тир-1 колоды пиратов. Пиратов, которые мидранжовые. Не совсем пираты это. Это, скорее, зоопарк. Там, блин, блавинские музыканты. Там панталон, платва. Там хищная связь. Там зверей больше, чем пиратов и кораблей. Поэтому это нерв, в первую очередь, именно этой колоды. Я уже упоминал про димунов-контрабандистов. Их 100% понерфит китайская коалиция. Да и, в принципе, Reddit потапливает за их нерв. Поэтому в димунах мы точно верим. Ну и дополнительно, я бы понерфил компас, чтобы колода потеряла 3 провизии. Будут авторитеты бафать в Обьерна. В чем я вообще не согласен полностью. Обьерна даст пиратам. Потому что Обьерна играет в тир-1 пиратах. Даст им одну провизию. И колода будет иметь на 2 провизии меньше. Соответственно, дауреновская. Самая популярная колода, дауреновская, с компаньонами, с горячкой, с зоопарком. Она будет иметь на 2 провизии меньше. И придется отказываться от какой-то 7-ки, 8-ки, 9-ки, 10-ки, чтобы уместить все в колоду. Вы не сможете отказаться от 6-ки, от горячки, например. Или от хищной связи, 5-ки. Потому что у вас банально блавкинские музыканты сломаются. Поэтому придется, видимо, отказываться как раз таки от блавкинских музыкантов. Посмотрим, как будет колода крутиться, и что будут в итоге предпринимать уже другие игроки, и как это будет выглядеть. Плюс это нерв многих таких хайлайт, хайрол, колод, по типу лавк фламеника, двойная-тройная фламеника. Там лавк хайрольный, который строится, который с этим играет. С агроидом, который сбрасывает все карты. В общем, вот такое вот. Далее у нас кулачный бакет, плюс 1 провизия. Карта, которая невероятно мощная, невероятно имбовая. И я бы, наверное, ее оставил 4 за 4, если бы она не ролялась с картой вечерний грабеж. То есть этот нерв направил на нерв карты вечерний грабеж. Потому что эта карта часто роляется с кулачного бойца. И, как говорят многие топовые игроки, киберспортсмены, что проблема с индикатором не в том, что у них какие-то мощные карты, а в том, что у них есть невероятное количество способов переиграть определенные мощные карты. Допустим, Сезам сбалансирован, но из-за того, что ушлые торгаши могут его ролять, возникают нюансы. То есть у обычного игрока может быть 2 Сезама, и он не ральнет 2 Сезама. А у суперсильного игрока может быть 4 Сезама. А то же самое с кулачным бойцом. У обычного челика у вас будет 4 кулачных бойца. А у какого-то киберспортсмена будет... У обычного игрока будет 2 кулачных бойца, а у киберспортсмена будет 4. И то же самое с картой вы напугали деда и так далее. Поэтому было бы клево вывести кулачного бойца из вечернего грабежа. Тем самым даже немножко бафнуть в вечерний грабеж у других колод. Но карта просто невероятно жесткая. То есть на синем монете можно спокойно обустить эту карту, уничтожая весь стол оппонента. Лично я на золотарубах поднял 2500 без каких-либо проблем за 30 игр. Учитывая тот факт, что я играл на палке, которая является тир-3 теневой. Подслил себе МР. Потом мне заказывали колоду на рваном крыле с тесаком. То есть я умею сливать ММРы. Но при этом очень быстро, очень легко набрал на золотарубах 2500. Я думаю в этом сезоне еще 3 дня осталось. Думаю успею набрать 2500. Просто потому что дэчка мне нравится. Но злоупотребление кулачными бойцами меня не устраивает. В перспективе было бы неплохо взять эту карту 5 за 5. Причем карта уже была опять провизией. И именно тогда надо было делать ее 5 силы. Но увы ее опять откатили. И вот такая вот жопа произошла. Кулачные бойцы играют в Ахеронтии, в золотарубах. Можно их ральнуть в бандах. Потом было бы неплохо ее нерфануть по провизии. Чтобы сделать ее 5 за 5. На мой взгляд 5 за 5 это самый главный и самый балансный вариант, который может быть. В декроманта. Мне этот нерф не особо нравится. Это нерф, который продвигала мое комьюнити. С ним можно согласиться. Этот нерф можно понять. Но лично мне не особо он нравится. Карта, которая играется только в Абузе. Только в Накер колоде. Карта имеет 8 провизии. И чтобы вывести ее из Накера, надо аж 2 света баланса. Мне кажется, мы сейчас нерфанем ее на 9 провизии. И забьем болт. Потому что, ну, это, да, неприятная карта. Когда вы играете Накера, вы сразу триггерите книжку. Потому что вы сыграли карту, сыграли книжку, сыграли спелл. А спелл достает карту. И после того, как вы достаете карту, книжка сразу вам дает 2 движка. В классических колодах она не играет. Потому что зачастую это, ну, не Накер сборки. Зачастую это вход на 0 за 8. Летит в нее каратка, допустим. И как бы все, потекали. А в Накер сборке она сразу триггерится. И это главное ее преимущество. У колоды есть энергия с завещаниями. Но в завещаниях эта карта слишком дорога. Слишком неуместна. Слишком непонятно. Поэтому дизайн карты строился исключительно как абуз. И понерфить ее на одну провизию. А в дальнейшем, возможно, на 10. Всегда пожалуйста. Я в эту карту не верю. Если эта карта не пройдет, я не буду грустить. Забью на нее болт. Пусть ее нерфят уже другие игроки. Она игралась в реликтах. Которые, Накер реликтах, которые являются тир 3. И играется в Накер вампирах. Которые являются, ну, примерно тир 1,5-2. Поэтому нерфить ли эти колоды, вопрос, конечно, хороший. Ну и карта, которая у нас в доп списке. Какая же там карта была? Ах да, вот какая карта у нас была. Инженер. Инженер. Невероятно токсичная карта. Предложение было у нас, у нашего комьюнити. Также эту карту поддержал Китай. У них эта карта была в доп списках. То есть, эта карта у них четвертая, как у нас. То есть, у нас она в доп списках. И у Китая в доп списках. И еще в доп списке мы попробуем эту карту понерфить. Карта играет исключительно в абуз колодах. Это, конечно же, коровы. И помню, она играла еще в какой-то метролинжовой сборке. Где была двойная Тулса Хельга. Там тоже, по-моему, были коровы. Либо я уже ошибаюсь. Болею опять же. Колода и карта невероятно абузные. То есть, если вы думаете, что эта карта должна как-то играться с огненными скорпионами, с Тулса Хельгой. Она играется только в абузе, только в коровах. Переигрывается телепортациями. И остается грязь. Если у вас нет должного ответа, если оппонент играет на красной монете, у вас нет ответа на защитника, защитник зачастую будет двойной, то как бы вам в жопа. Такая карта играть, в принципе, не должна. Ее надо выводить из игры, делать ее максимально дорогой, как и кукловода, чтобы просто люди как бы от нее отказывались. И типа, если вы играли на место, если вам нравится на этом играть, продолжайте играть на этом, но будете тратить намного больше ресурсов, намного больше провизии, чтобы отказываться от чего-то. И вам было сложнее, потому что, повторюсь, если нет должного ответа на эту карту, если нет должного ответа на эту колоду в принципе, то вам как бы будет жопка. Переходим к уменьшению провизии. Самая такая лейтовая, самая такая клевая категория. И первая карта это Ронвит с Малого Луга. Очень интересная карта. Казалось бы, зачем ее бафать? Но много архетипов различных нарисовывается благодаря этому бафу. Мы ее бафаем именно по провизии. Если ее бафать по силе, тогда она не будет работать с драугами, драугятами, которые проклятые кайдвенские. Вот. То есть, в первую очередь, карта бафает проклятых. Эту карту за 5 провизии вполне себе неплохо можно положить в эту дечку. И можно будет есть кайдвенского призрака. Это не просто ход на 6. Карта усиливает себя на 5. То есть, она будет призываться в 2-ом раунде и в 3-ом раунде. Плюс, когда вы ее съедите, допустим, вы ее сыграли в первом раунде, это ход на 6, за 5 будет. После этого идете во второй раунд. Играете солдата, например, кайдвенского призрака. У вас выпрыгивает ронвид. Вы его едите, он попадает в сброс. Когда вы поставите еще одного солдата, уже даже не кайдвенского призрака, а допустим, вот этого, да, солдата. Он также призывается, вы его опять съедите. То есть, когда у оппонента нет карт, которые можно кайдвенскими призраками преобразовать, вы можете бить себя. И ударяя себя, он работает по звуке как завещание. Он призывается. Поэтому карта неплоха для этой колоды. Я думаю, это последний штрих для проклятых. Вы сейчас можете поугарать, но проклятые, ребят, уже очень даже играбельные. Я думаю, после этого бафа проклятые могут претендовать уже на тир 2, 2,5, без шуток. Я скоро покажу д-очку, возможно, в начале следующего сезона. И на этом можно уже играть. Да, там, скорее всего, будет либо храм, либо осада. Это будет какая-то мид-рэндж колода. Но все же, даже если мы говорим про осаду, у осады бывает проблема, особенно на синемонете. Когда вы ставите осаду, ставите осадное орудие, оппонент играет около ноу-юнит. Вам уже надо играть осадное орудие, чтобы устраивать бомбардировку, а оппонента нет особо карт. И поэтому уронит хорошая карта для вот этой вот осады, чтобы вовремя его опрокинуть. Плюс он будет делать подкрепление у осадных орудий некоторых. В общем, карта хорошая, заиграет она в Проклятых. Она может также заиграть в Девоушн в Севере, потому что у них также есть кайдвенские призраки. Она также ложится под мутогенератор. Правда, с мутогенератором уже перестали играть, но все же она ложится туда. Ну и, возможно, кем-нибудь, не знаю, Рубайлы. Ну, Рубайлы одна из слабейших колод сейчас у Севера. Ну, конечно, то же самое колода, если нет ответа, то как бы Рубайлы могут себя хорошо ощущать. Но вряд ли эта карта заиграет в Рубалоидах. Хотя, опять же, может быть, мы все-таки за разнообразие, чем больше карт могут вот так вот втиснуться в какие-то деки и бафнуть их, тем лучше. Далее, Вода Бракелона. Ну, это дополнительный баф под Молодую Дриаду. Возможно, вы считаете, что это через чурн баф такой, но Вода Бракелона никогда не игралась в чистом виде в каких-то метовых колодах. Всегда ее клали на потом. Лучше положить Барнабу, лучше положить даже Павко, чем Вода Бракелона. Мы ее с вами бафали до 10 провизии с 11. Сейчас мы ее бафаем уже до 9 провизии. Потому что, ну, опять же, нужно какое-то еще разнообразие гармонии. Эта карта для провизии спокойно помещается в деку. Провизия нужна гармонии. Я амбассадор гармошки. Да, я не играл, наверное, уже больше двух месяцев, может, даже трех месяцев. Но я являюсь амбассадором гармошки. Я очень любил всегда этот архетип. Причем классическую версию со стремлением к гармонию без ширу. Поэтому у меня есть хорошая сборка гармонии. В принципе, я думаю, те, кто играет на гармонии, видят, что нужно по провизии добавлять. И Вода Бракелона хорошо вписывается туда. Ровно эти самые провизия и сила нужны этой дечке. Карта будет играть за 9 провизии сразу на 12. Потому что молодая отряда, скорее всего, пройдет. Она находится на двух звездах. И Вода Бракелона, скорее всего, должна пройти. И карта будет играть на 12 за 9. Соответственно, после этого вы поставили карту. Уже карта сыграет на 14 за 9. Потом вы поставили еще карту. Уже на 16 за 9. Ведь если у вас хамелеон все это время стоит, и вы его прожимаете, то карта еще больше разгоняется. Такой вот пассивный небольшой сценарий для дечки очень даже нужен. Далее у нас баф Свирса. Карта, которая никогда в жизни не игралась. Поправьте меня. Может быть, она игралась в ЗБТ. Я тогда не играл. Но при мне эта карта никогда не игралась в чистом виде. Баф ее по провизии. Сделать ее 7 провизии. Карта будет играть на 4. Плюс 3, плюс 3. На 10 за 7. В контроль. Что вполне себе неплохо. 10 за 7. Это неплохо. У нас, правда, есть и мерцы, которые играют на 10 за 6. В двух экземплярах. Есть на музыка, которая играет на 9 за 6. С минимальным условием. Или 10 за 6. Относительно сезона, в котором она играется. Свирс на плане чуть похуже. Но, опять же, он захватывает карты. Страшный сон Мадука. Кстати, даже неплохо. Наверное, стоило эту карту баф, когда Мадук имбовал. Было бы неплохо. Ну и, опять же, очень неплохо он может синергировать. С такими картами, как картами обхода, по типу Друганами и Артпиан Арбалетчиками. Во-первых, Артпиан Арбалетчик стрелян после того, как вы сыграете Свирса. Во-вторых, Друган может ударить карту на 2. После этого Свирса вы можете эту карту забрать. То есть, эти карты позволяют вам подсетапить так, чтобы Свирс мог забирать более хорошие перспективные цели. То есть, какие-нибудь пятерки вы ударили. После этого забрали Свирса. Карта неплоха, хороша. Я думаю, ее даже по силе стоит апнуть. Ну, такая вот альтернатива солдатам. Вместе с картой Имперский флот. Ну и последняя карта, которая находится у нас в доп. списках, это карта Керес. Причем вот такая вот Керес. Честно, мне этот баф не особо нравится. Я не так сильно люблю сам урон, в принципе. И не совсем понимаю, как эта карта будет реализовываться. Вы призываете отряд из вашей колды в дальнобойный ряд после того, как нанесете урон дружественным отрядам 9 раз. То есть, работает, по сути, как Губертрейк, только не в количестве прожатых приказов, а в количестве урона своей карты. Имеет рвение приказ, вы ставите дружественный отряд и наносите другому дружественному отряду урон, равный значению исцеления, имея КД-1. Но опять же, бить какие-то свои карты, это по-любому либо Сигвальд, либо Ольгерд. А вот кого вы будете исцелять, для меня загадка. То есть, да, вы можете исцелить какие-нибудь карты, которые чуть-чуть ударили через, допустим, с Вальблода, или, допустим, не знаю, кого. Ну, допустим, можно этих ветеранов, Тишиха-ветеранов. То есть, какие-то карты с Берсерком. Просто таких вариантов реально очень мало. То есть, можно там, не знаю, вот этого ударить, и он сразу отхилится, вы ударите потом там Сигвальда. Для него удар это хорошо. То есть, можно с другими попробовать скомбинировать эту колоду. Как-то так. Мне этот баф особо не нравится. Я эту карту также видел у Лерио. Причем, сначала мы предложили эту карту. Лерио ее скорее поддержал. У него она находится на трех звездах. Вот. Польская коалиция будет за нее подтапливать. Еще раз говорю, что мне этот баф не особо. Ну, если вы хотите увидеть какой-то альтернативный самоурон, который может еще и с Накером играться. Ну, опять же, проблема, что Сигвальд ушел у Знакера. То есть, Сигвальд теперь 10 провизии. Поэтому Керес с Сигвальдом играть не будет. Ну, с Ольгертом что-то попробовать. В общем, как вариант, что-то интересное можно из этого получить. Ну, что ж, подведем итоги. У нас происходит довольно-таки сильный баф гармонии. Саския плюс 1 сила, Молодая Дряда плюс 1 сила. Соответственно, Водабр Килон также получает плюс провизию. А и Молодые Дряды теперь полноценный мини-сценарий у гармонии. Полночим неплохо, потому что гармонию уже давно не было видно в более-менее тировых колодах. Далее, небольшой баф Скеллиге, именно воинов. С учетом бафа у Лулы Хиркия неплохо может себя показать уже. Ну, и с учетом нерфа классических набегов, переходить к воинам было бы довольно-таки интересно, плюс неплохо. Небольшой баф Солдат, благодаря Свирсу и Имперскому флоту. Вот он. Помимо наших бафов, также Китай будет немножко бафать Солдат и Авторитеты. Поэтому какие-то бафы еще пройдут. Например, та же Бакала, Военно-Совет, если не ошибаюсь. Какие-то бафы еще пройдут, и Солдаты получат не только наши микроточечные бафы, но еще и дополнительные. И если сложить все эти бафы, то Солдаты получат неплохие усиления. Далее у нас по бафам. Ронвид, который может играть в двух-трех колодах. Причем являясь интересной картой. Такой хайлайт-картой для моего канала, наверное. Такой кандидат от народа. За юную деву Ягодку, юную принцессу. Альтернатива какая для Севера. Севера сейчас очень много играбельных дек, поэтому... Не сказать, что этот баф очень нужен. Но как минимум дает какую-то альтернативу. Касаемо нерфов. У нас нерф небольшой Аристократов. Самые сильнейшие колоды Нильфгарда на данный момент. Нерф небольшой Ренфри. Причем, который не является откатом. Потому что карта очень мощная. Нерф невероятно токсичных карт, типа Трагорна. Также у нас нерф Инженера. Помимо нерфа Инженеров, также будут понерфлены телепорты. Возможно, еще какие-то картонки. Нерф Пиратов. Благодаря магическому компасу. Опять же, в Китае будет понерфлены Димуны Контрабандисты. Давайте я их покажу. А то вы, может, не понял. И вот. Поэтому дополнительный нерф колоды. Плюс компас становится более трудоиспользуемым. Трудно включаемым в колоды. Далее нерф Кулачного Бойца, который играет во всех колодах. Ну, почти во всех колодах Синдиката. И когда вы его роляете, им прикольно открываться и убивать карты оппонента. Также нерф Абусы, карты Книги Некроманта. И небольшой нерф Терпил. Да, небольшой нерф Терпил, блин. Летисия. Через Летисию на одну силу. Ну, мне этот нерф не особо нравится. То есть, лучше, наверное, по провизии было уменьшать это. Но, допустим. Ну, и баф Альтернативного Самурона через Керис. Вот такой вот цвет баланса получился. Буду очень признателен, ребята, если вы проголосуете. Не забудьте поставить лайк под роликом. Я буду очень признателен. Также забудьте, если вы имеете какие-то ресурсы. Например, на Reddit или, например, не знаю, в Facebook. Осуждаем эту платформу, конечно же. Просьба где-нибудь это агитировать. Где-нибудь это опубликовать. В Дискордах, в Телеграммах. Там, каким-то стримерам. То есть, наша задача продвинуть как можно больше хороших карт. И, лучше, думаю, акцентировать внимание на два цвета баланса. Возможно, в следующих цвета баланса я буду реально делать уже два цвета баланса. Но, опять же, все будет зависеть от вас, от вашей активности. От того, готовы ли вы бафать определенные карты и определенные архетипы. Да, я опять буду делать внимание, акцент на архетипы. Уже не играбельные прямо от слова совсем. То есть, что-то на уровне, ну, уже не проклятых, а, допустим, пассифлоры. Или там, не знаю. Ну, ладно, пока спойлерить не буду. В общем, буду очень признателен, если вы поддержите этот ролик лайком. Поддержите его каким-нибудь репостом куда-либо. Ну, и, опять же, голосуйте, ребят, с нами. Даже если вам какие-то слоты особо не нравятся, вы набиваете мой авторитет, если так можно назвать. Мотивируйте меня на дальнейшее участие в цветах баланса. И делать более какие-то жесткие вещи, чтобы мета действительно менялась. Потому что, как мы с вами можем заметить, мета не особо меняется. Ну, типа, она меняется, но не так сильно, не так категорично. То есть, мы не можем бафнуть колоду сверхсильно, чтобы она сразу стала тир-1. Это тяжело сделать. Для этого надо много различных факторов. Но это делать можно. Если грамотно бафить карты, мы реально можем менять игру. А если мы менять не будем, то все будет на том же самом уровне. И будет жопа.